Разве это не волшебно рассказать историю, в которую поверит читатель? Закрутить сюжет, добавить героев, и вот жизнь до сих пор неизвестного человека сияет, как бриллиант. Дар писателя — это всегда невероятно притягательно. Это чудеса, которые творятся на бумаге. В нашей студии сегодня христианский писатель Виталий Полозов. Виталий, первый вопрос для вас. Большинство ваших произведений посвящено гонениям и преследованию христиан. Скажите, вы сталкивались лично с этим? Я не только сталкивался, я жил среди вот этого всего. Еще в детстве получилось так, что в нашем поселке, очень маленьком, он был окружен вот этими конституционными лагерями, так называемой трудармией. Трудармия, которая почему-то не сложена ни песен, ни легенд, потому что это одна из позорнейших страниц нашей истории советской. Трудармия, туда были сосланы все немцы, и не только мужчины, но и женщины. Женщин отрывали от детей, оставляли только если ребенок грудной. Которых брали в плен немцев, да? Нет, нет. Это советские немцы, которых выселили с Украины, когда война началась, с Волги, отовсюду, с Кавказа. И вот они были переселены к нам туда, в Сибирь, в основном Казахстан и Сибирь, и жили они там, жили и работали. Как это связано с гонениями на христиан? Потому что немцы в то время были одной из самых религиозных национальностей. Они, я, например, в детстве думал, что немец – это значит верующий. Думал, что это национальность такая. И, наверное, с них-то, с этих, в этом таежном нашем краю, и пошло пробуждение народа. Они свидетельствовали о Боге. И я знаю по своей маме, что Бога она стала признавать, уже как раз пообщавшись с этими переселенцами. Как началась Ваша писательская деятельность? До того, как я уверовал. Я жил в Казахстане. Это в 49-м году мы переехали из Тюменской области в город Алмата. Он тогда был столицей и долгое время был столицей. Там учился, работал, поступил в институт. Не закончил его, меня благополучно выгнали. Потом дикие бригады, такие были в Казахстане, собирались отбросы общества и работали на откунах. Потом снова вернулся я в Тайгу. Также работал там на Лесоповале. И начал потихоньку писать юмористические рассказы. Чем-то занимать себя надо было. И вдруг они пришлись ко двору. Журнал такой был «Шмель». Это сородич, как бы сказать, крокодила. Меньший брат, да, или... В каждой республике тогда был свой крокодил. В Казахстане это был «Арашмель», «Чаян» в Татарстане, ну и так далее. Я стал писать. Приняли мой один рассказ, второй рассказ. Таким образом написал на сборник. И после уверования вы начали уже писать христианское что-то, да? Да, только после того, как я переехал в Германию. Это произошло в 1994 году. Я до этого уже в Алмате и в Тайге искал Бога. Но это все отражено в моих книгах. И бегал я из одной церкви в другую. Искал Бога в каких только церквах. И у свидетелей Иеговы, у пресвятерянцев, в православной, это само собой. А теща моя была немка и баптистка. Я ей говорил, что я приду вот в твою церковь и уведу всех твоих баптистов. В один... Ну как же, я же в институте имел отлично по атеизму. Я хорошо помню этого преподавателя по атеизму. Мы с ним хорошо посидели на экзамене, поговорили о том, о сём. Он спросил меня, что Бога нет. Я говорю, да откуда бы взяться-то? Получил я пятерку. Ну, отлично, в общем. Поэтому я и тёщей своей пугал её, да, что я вот приду и уведу. После того, как она мне сказала, ну хорошо, приди и уведи, мы послушаем, что ты... И я всё-таки пошёл в Алма-Ате. Долго я не хотел, конечно, но потом пошёл в церковь, пришёл. Это большая церковь такая была. Их две было в Алма-Ате. Голгофа, по-моему, она называлась тогда. Посидел я на этом собрании и тихонько-тихонько ушёл. Что-то я понял, что-то не понял, но с той поры я стал бегать по всем. Тогда ведь началось пробуждение, тогда ведь в 90-е годы стали приезжать проповедники из разных стран, миссионеры, собирали стадионы, и в церквах они проповедовали. И вот я бегал от одной конфессии к другой, потом переехал в Германию, где уже тёща была, жила, переехала она раньше, нас на два года. И в Германии нашёл себя в церкви Христовой. Покаялся в 99-м году, а вот начал писать только благодаря миссии «Свет на Востоке». Ну, может быть, это некорректно так говорить, но от Писания меня как бы удерживал наш пресвитер. Почему? Потому что он говорил, что верующий человек должен читать только Библию и ничего другого, только Библию. Потом мне вдруг попались стихи Веры Кушнир, я почитал, и я был, в общем, изумлён, что вообще есть христиане, могут так писать. Дальше больше и позвонил Вальдемару Цорну. Он мне предложил, зная, что я знаю английский язык, перевести книгу «Дело Давидсона», «Дэвидсон Зафея». И я, который 40 лет не слышал английскую речь и не разговаривал с кем, в тайге с кем я буду разговаривать, я перевёл её. И вот «Миссия Свет на Востоке» её издала. Это книга Стюарта Джекмана. Я когда перевёл книгу, я обратился снова, сказал Вальдемару, давайте ещё одну, я ещё переведу. А его брат Андрей, как раз, когда мы с ним разговаривали, проходил и говорит, слушай, да ты свой рассказ напиши, что ты будешь кого-то переводить, пиши своё. И вот с его лёгкой руки я сел и написал рассказ. А он как раз, это был 2005 год уже, и «Миссия Свет на Востоке» проводила конкурс на лучший христианский рассказ. Но я его послал просто посмотреть, посмотрите, как, что и как. И вдруг он получил первое место и путёвку в Израиль. Что я с удовольствием использовал эту путёвку, с превеликим удовольствием и огромной любовью к Израилю, оставшейся вот после этой поиски. Тема Ваших книг, она в основном про гонения христиан. Но гонения, ну, уже были очень много лет назад. Почему это до сих пор актуально для Ваших читателей? Потому что это продолжается. Сейчас, это не в той степени, но гонения продолжаются. Даже сейчас, если вы, ну, я не знаю, в Германии об этом и речи не может быть. А в России я знаю точно, что и сейчас свидетели Иеговы как террористов их признали, как террористическую организацию. Где-то в Луганской, в Донецкой областях закрываются церкви. Ну да, это есть. Да и во всём мире христиан ещё есть места, где их просто-напросто казнят. Но Вы больше писали о Советском Союзе, да? Ну, конечно, конечно, это само собой. Ну, как я уже сказал, это Господь сам, видимо, так усмотрел, то, что я в детстве вот видел этих людей. Вот Вы можете себе представить в настоящее время, чтобы ребёнок 6-7 лет, родители отдавали на целый день незнакомым людям, шоферам, чтобы я поездил по тайге, причём немцам. Вы можете себе себе представить, чтобы кому-то незнакомому человеку, тем более заключённому, если. Господь, видимо, готовил меня к этому. И получилось так, что я в Германии оказался. Я думаю, что это его проведение, больше никак я не оцениваю это. Как рождаются Ваши истории? Это в основном Вы услышали где-то о ком-то и написали, или это Ваши придуманные персонажи? Какие-то истории, которые я знал в детстве, а большинство рассказов и повестей рождаются прямо в церкви нашей. У меня есть, пусть громко будет сказано, но консультанты. Допустим, человек, которому сейчас 94, 93 года, 94 ему пошёл, который был в трудармии 25 лет в Хемеровской области. Все вот эти издевательства, которые описаны в моих книгах, это от моих консультантов. Они всё это прошли. Скажите, а у Вас есть любимые писатели или поэты? Они как-то влияют на Вас, на Ваше творчество? Есть, обязательно. Есть как христианские, но я не рву связи с теми поэтами, которых я в детстве просто боготворил, как говорят. Это, конечно, из христианских. Это Вера Кушнир. Вы лично с ней знакомы? Нет, но я был на её могиле. К сожалению, не успел я её застать живой. Так же, как и Николая Александровича Водневского. Он ведь тоже поэт, писатель и поэт. И наш знаменитый известный проповедник. И вот я побывал только лишь на их могилах. Вы приехали в Украину для того, чтобы написать о Донбассе. Вы напишите рассказ, роман. Что это будет? Я не могу сейчас ещё точно сказать. Но то, что это будет повесть, это точно. Роман не знаю, но повесть точно. И кроме этого, я думаю, что будет сборник рассказов отдельных. Почему Вы выбрали именно эту тему, тему войны? Потому что она всегда, всегда актуальна. Для Вас? Да, всегда. И тем более, эта война в Украине ведь разделила не только украинский народ. Она разделила и всех людей по всему миру. Если можно, я просто о себе скажу, что тема Украины разделила меня с моим не то чтобы наставником, но очень хорошим приятелем, писателем, который немало постарался, чтобы я писал для газет Алматы. Недавно я потерял и его. Вот именно из-за этого, из-за темы Украины. Он в свои... Он старше меня на 6, по-моему, лет. Ему уже 83. Он был на Донбассе с той стороны. И по скайпу мы связались с ним. Он сказал мне, что он был на Донбассе и собирается в Крым писать, как он сказал, про этих. У нас произошел конфликт и кажется навсегда. Война — это очень-очень непростая тема. А скажите, Вы в своих книгах раньше уже касались темы войны, темы солдатов. Вам несложно будет вернуться к вот такой же тяжелой теме, описывать ее? Думаю, нет, потому что у меня есть большое очень желание хоть как-то осветить со своей стороны, свою точку зрения показать. Что выйдет, я пока не знаю. А Вы уже думали, о ком Вы будете писать? Нет, я только вчера узнал, о ком я буду писать. Но уже знаю теперь точно, о ком. Скажите, у Вас есть какое-то пожелание для Ваших читателей, возможно, которое Вы бы хотели сказать? Конечно, дорогие украинцы. Мира Вам и чистого неба над головой. Слава Украине! Героям слава! Большое спасибо Вам за то, что Вы рассказали свою историю. Спасибо Вам! Большое спасибо всем, кто смотрели это видео. Если Вы еще не подписаны на наш канал, то подписывайтесь. И до встречи на следующей неделе. До встречи на следующей неделе! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok